Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем канале. Надеюсь, все в добром здравии, живы и здоровы в это нелегкое, тяжелое и опасное пандемическое время. Дорогие друзья, одесса, Вилья-Инезалежная, 24.03.2020, маршала Жукова, Небесной Сотни, Сити-Центр, view из моего окна. Итак, дорогие друзья, в наше нелегкое пандемическое карантинное и вирусное время, самое главное что? Самое главное сидеть дома, самое главное часто мыть руки, самое главное придерживаться всех гигиенических правил. Ну а кроме этого, а для души, а для души, для того, чтобы не впадать в стресс, самое главное, не терять оптимизма, дорогие друзья. И в это время найти себе занятие по душе. Ну все сидят дома, карантин, благотворятное время быть с семьей, повысить свой интеллектуальный, культурный уровень. Кто-то читает книги, кто-то слушает музыку, кто-то занимается спортом в домашних условиях. Не обязательно для этого ехать в спортзал. Пол есть везде, упал, отжался. Ну и можно приседать, когда нет никого, бегать по этажам, не вызывая лифт. Ну а как вариант, дорогие друзья, совершенствовать свои кулинарные способности и придумывать новые рецепты. Вот это самое я вам сейчас и предлагаю. Я, конечно, не из шеф-поваров с Мишленовской звездой, но все-таки интересно своими руками приготовить что-то вкусненькое и поэкспериментировать. Приблизительный, рекомендуемый перечень литературы на ближайших три дня. Косвод, куда же без него в таких случаях. Чупа-чупс. Так, бутылку и сигареты мы не рекламируем и не употребляем и не показываем. Самый лучший канал на ютубе Андрей Т-34М5 и студия гонщиков с Одессы. Унывать нам не стоит, дорогие друзья. Мы подготовлены лучше всех в мире. И мы, естественно, не сдадимся без боя. Мы вооружены до зубов. У каждого из нас минимум две дули и два средних пальца, которые будем показывать вирусу. Ну а вот он, наконец, мой кулинарный шедевр, кулинарный сюрприз. Дорогие друзья, вчера узнал только новое слово, да. Каждый день нам приносит какие-то новости, неожиданности и не всегда плохие и отвратительные. Итак, это слово балантин. Вы уже догадались, что это каким-то образом связано с мясом. Вот таким вот образом. Что оно из себя представляет? Не знаю, балантин это исключительно мясо индейки или балантин можно сделать из другого мяса. Но это вы погуглите и сами найдете ответ. Итак, что оно из себя представляет? Вот такие вот типа не пельмени, а типа манты. Это уже поджаренные, уже готовые. Вот такой вот упаковочке фирменной. Значит, находится, покупал я это в качестве рекламы напротив сити-центры, с которого я начинал свой репортаж. Там, дорогие друзья, очень хорошие скидки в связи с тем, что весь сити-центр закрыт. А магазин Сильпо, в нем огромный, продолжает работать. Там где-то больше 30 касс, а в данном случае, в данное время работают только 4. И то они практически не загружены. Поэтому у них очень много невостребованного, скоро портящегося продуктов, товара, скоро портящегося товара, который они очень хорошо уценяют. Скидки 50 и даже 75%. То есть доступно даже для пенсионеров. Это самое время и шанс попробовать хорошие вкусняшки. Ну вот, дорогие друзья, мне советовали его запечь в духовке. Но я не стал этого делать на первый раз. Иди, знай, первый блин может же быть и комом. Но это у плохих поваров. Ну а я, вы сами понимаете, такого допустить не могу. Мясо есть мясо. Есть мясо. Положено, значит положено. Итак, дорогие друзья, я его в печи не запекал. И не потому что в духовке, и не потому что... А просто долго возиться. И не столько запекать, сколько потом ее мыть. Поэтому решил просто на сковородку положил несколько кусочков сливочного масла. Полил оливковым маслом еще Олимп. Фирмы Олимп. Рекомендую. Одно из лучших греческих. Ну, фаршировал этим чесночком. Посыпал перчиком, приправой куриной, лавровый листик. Что еще? Ну, естественно, уксус и так далее. Соль по вкусу. Все это прожарилось. Но оно даже не жарилось. Полутушилось. Пол жарилось. Полуварилось. Потому что этого сока получилось довольно много. В результате он получился не зажаренный, а даже очень мягкий. И, надеюсь, очень и очень вкусный. Ну, Андрюша нам расскажет свои первые впечатления. Ну, по виду и по запаху, я вам говорю, это просто кулинарный шедевр. Слюнки текут за несколько десятков метров. Только учуя этот запах. Ну, я надеюсь, под сало. Куда ж украинцу без сала. Зеленый лучок. Огречек, помидорчик. Под пиво, колу. Заправить кетчупом. На всякий случай. Дефицитный, самый дорогой ныне товар. Особенно в Западе. Припасен. Ты людей не пугаешь, у тебя елка стоит. Даже мы... Ой, под елочкой. Одна. Вторая, дорогие друзья. Ой. Ну, это же просто шик. Где вы еще найдете елку? Еще даже не одну. Так, томатный сок. Ну, и все сопутствующие причиндалы. Да, хорошо не выбросил елку до сих пор. На улице минусовая температура. Так что самое то. Ну, что? Такими темпами, раз нельзя выходить на улицу, может, она и к следующему году пригодится. Естественно. Первые дворя уже стоять будет. Ага. Так что запасайтесь не туалетной бумагой, а елками. У нас уже елка. У нас уже елка стоит. И не одна. Итак, дорогие друзья, мы сейчас будем это все пробовать. На вид и на запах. Ну, просто непередаваемый шедевр. Ну, и потом... А, а потом я завтра, уже надеюсь, пойду куплю еще одну порцию и покажу вам всем конкретно уже процесс приготовления. И вот тогда, ну, первый раз, конечно, нужно научиться на своих ошибках. И в следующий раз я вам покажу этот процесс. И мы с вами обсудим в комментариях, все ли мы сделали правильно и можно ли что-то улучшить. Итак, дорогие друзья, ну что ж, в любой ситуации нужно оставаться по возможности оптимистами. Будем жить. Здоровья всем. Будьмо.